Музыка Вы любите вкусно поесть? Ждёте маму с работы, чтобы она приготовила ужин? Будете бабушку, чтобы утром полакомиться её оладушками? Учитесь готовить с проектом первое, второе и компот Наши маленькие повара готовят завтраки, обеды и ужины За каждое блюдо они получают почётный значок Обладатель трёх таких значков получит шанс выиграть кубок и диплом Это докажет, что именно он главный домашний повар Он готовит с детства По запаху отличает мамин борщ от бабушкиного И на ощупь может определить, в каком пакете молоко, а в каком кефир Он кавалер ордена золотой пароварки И дважды номинант на звание лучшего дегустатора манной каши Он знает, как нелегко ребёнку отвоевать у взрослых своё место у плиты Поэтому именно ему мы доверили пост шеф-повара главной кухни проекта Первое, второе и компот Привет! Борщ зелёный Возьмите щавель, бульон, овощи и специи Ну а дальше открывайте семейную книгу рецептов и варите зелёный борщ У нас на Кубани его рецепт передают по наследству Борщ украинский Украинский борщ отличается от кубанского Да, в общем-то, ничем он от него не отличается Разве что в некоторых рецептах настоятельно рекомендуют добавить сало с чесноком Но это по желанию Борщ постный Во время поста верующие православные люди не едят мясного Но это не повод отказывать себе в самом витаминном из супов Борще Вот такие у тебя есть варианты Тяни Сегодня я буду готовить постный борщ Справишься? Да Ты уже справилась, я в тебя верю Если что, зови на помощь, я тебе помогу Удачи! Для того, чтобы приготовить постный борщ Мне понадобится лук, лавровый лист, чеснок, капуста, морковь, томаты, картофель и свекла Первым шагом надо все нарезать соломкой Начнем с капусты Какой же борщ без капусты? Капусту я уже помыла, и можно ее шинковать И поэтому я попрошу Сашу помочь мне Так, пока я режу капусту, чисти морковь Для начала мы отрезаем кончик и хвостик у морковки Столько капусты хватит? Да Что ты будешь делать дальше? Нарежу соломкой морковь А потом? А потом соломкой свеклу А потом? А потом соломкой картофель Соломкой? Не кубиками? Соломкой Посмотрим Нарезаем морковь Если у вас есть терка, которая нарезает соломкой То вы можете воспользоваться ей У меня ее нет, поэтому я буду резать ножом Стараемся нарезать овощи одного размера Пересыпаем морковь в миску Теперь нужно почистить и нарезать свеклу С свеклой будьте аккуратны, чтобы не испачкать одежду Также нарезаем соломкой И пересыпаем ее в миску Теперь нарезаем томат Ты его будешь просто нарезать? Да Не избавишься от кожуры? Это не обязательно, но можно Давай я тебе помогу чуть-чуть Если у вас нет времени кипятить воду, чтобы ошпарить помидор Его можно просто почистить ножом Когда-нибудь так делала? Нет Одному мне лень, что ли? Как будешь нарезать? Кубиками Хорошо, Риш Томат я нарезала, и мы можем перекладывать его в общую миску Потому что зажаривать мы все будем вместе Очищаем лук от кожуры и нарезаем Лук готов, и теперь мы нарезаем картофель А нарезать все-таки как будешь? Кубиками Кубиками все-таки? Да Ладно, ой, хитрая Хитрая Ой, хитрая Все готово, теперь переходим к плите Первым идет на сковороду Первым идет на сковороду лук Не забывайте перемешивать, чтобы он обжарился равномерно И, конечно же, добавьте масло перед этим Теперь выкладываем все остальные овощи Не забудьте посолить и поперчить Вода нагрелась, теперь кладем картофель И кладем лавровый лист После того, как зажарка приготовится, мы перекладываем ее в кастрюлю Добавляем капусту и перемешиваем Чеснок я кладу целиком И когда он даст свой запах, я его достану вместе с лавровым листом Немножко ждем и подаем Тут невероятно пахнет борщом Прям ой Постный борщ Думаешь, получился? Да Попробуй Аккуратно, он горячий, подуй Я считаю, что немножко не хватает соли Несмотря на то, что борщ постный Он без мяса Он очень наваристый Он очень ароматный Очень вкусный Это прям плюс Поэтому доставай значок Я разрешаю его надеть Спасибо Жду тебя в следующий раз Впереди еще много значков Удачи тебе Спасибо Постный борщ Свекла Морковь Картофель Репчатый лук Капуста Помидор Растительное масло Сахар Лавровый лист Соль Чеснок Алина Чернышева Возраст 16 лет Хобби Чтение И видеосъемка Любимый предмет Режиссура Любимое блюдо Картофельное пюре С котлетой Привет Привет Как зовут? Алина Саша Отлично Будем знакомы Будем знакомы Любишь эту передачу? Очень люблю Смотрела? Конечно Хорош там Кадры Очень хорош Конечно хорош Очень хорошо кушаешь продукты Профессионал Итак, смотри Ты видела передачу Но я объясню правил Тебе сейчас нужно будет приготовить Одно из вот этих вот трех блюд Творожная запеканка Самое главное лакомство детсадовцев Особенно если подают ее со сгущенкой Приготовьте это творожное блюдо И удивите строгого шефа вкусом из его детства Чизкейк Рецепт приготовления сложен и запутан А в основе лежит все тот же творог Или сливочный сыр Что в принципе одно и то же Но мы в вас верим Сырники Да-да-да-да-да Вам предстоит приготовить Самые обычные классические сырники Надеемся, что уж с этим простым блюдом Вы справитесь на пятерку с плюсом Вот такие варианты Тяни Так, ну Я думаю Сырники Сырники Готовила сырники когда-нибудь? Да, однажды Но, конечно, я больше люблю кушать бабушкину Ладно, я желаю тебе удачи Если нужна будет моя помощь, зови Хорошо Итак, для сырников нам понадобится Творог Клубничка Сметана сливочное масло, яйца, мука и сахар. Первое, что нужно сделать, это размять творог. У меня тут почти полкилограмма творога. А вы знали, что чтобы сделать 15 килограмм такого же творога, нужно целых 100 литров молока? Итак, мы размяли творог. И сейчас будем добавлять все остальные ингредиенты. Добавляем яйцо. Аккуратненько разбиваем, чтобы не попали никакие лишние скорлупки, ставим только яйцо, добавляем муку. Сырники этого мне блины, поэтому тесто должно быть густое и не растекаться ни в коем случае. Нужно еще добавить щепотку соли. А теперь добавляем сахар. И опять же тщательно перемешиваем. Тесто у нас нужной плотности, поэтому я выкладываю его на поверхность. Но прежде посыпать немножечко мукой, распределить. И, собственно, формируем из нее такую как колбасочку. Нарезаем примерно с палец толщиной, небольшие кусочки. Остальное вы можете убрать в холодильник и заморозить, а позже сделать точно такие же прекрасные сырники. Итак, пришло время жарить наши сырники. Важно следить, чтобы масло распределялось по всей сковородке. А теперь аккуратненько выкладываем наши сырнички. Чтобы сырники равномерно пропеклись, нужно аккуратненько пальчиком сделать небольшое углубление в центре. Будьте осторожны, не касайтесь самой сковородки. Итак, сырники я пожарила. Теперь главное их красиво сервировать. Но в этом мне нужна помощь. Очевидно, моя. У меня вот есть клубничка. Мне нужно вот как-то их красивенько подать. Клубника. Да. В марте. Она не настоящая, она пластиковая, да? Я взяла самую лучшую. Для самого профессионального профессионала. В очень хорошем театре, да? Самый лучший. Хороший такой пластик. Как режем? Чтоб красиво было? Чтоб очень было красиво. Попробуем. Ну, пока ты разжаешься, я тогда буду сервировать все. Укладываем сырнички, потом сметанки и клубничку. Мне как-то криво получилось все равно. Да, это не я. Я бы сделал лучше. Снова берем сырнички. Укладываем их. Сметанки. И клубничка. Такс. А то я все меньше и меньше. Торопись. Я-то покрасивее сделаю, да? Ты еще учти, я это пробовать буду и оценивать. Останавливаемся. Пока вся клубника еще не съедена. Ну что, можно пробовать? Ну вот этот посимпатичнее, согласись. Ну, конечно. Это же я сервировала. Нет, ты вот этот сервировала. Нет, это я сервировала. Нет, вот этот я сервировала, а вот этот ты. Нет, неправда. Пропеклись? Как думаешь? Конечно. Пробуй. У меня же был лайфхак. Ты что? Ну, сырники как дома. Подача, конечно, ой. Хлубни, кавмар. Хорошо живу, хорошо устроился. Держи. Спасибо. Это тебе. Ну, ты не проморгай, пока я сырник положила. Сырники. Творог. Мука. Яйца. Сахар. Масло. Соль. Масло. 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 Масло.